Добрый день, уважаемые гости и участники конференции. Вашему вниманию представляется доклад на тему разработки концептуальной модели проходческого комплекса КП-13. Данная работа связана с научным направлением кафедры горных машин и инжиниринга и выполнена в рамках договора с ПО «Непротяжмаш», который поставил задачу спроектировать концептуальную модель проходческого комплекса, предназначенную для разработки тоннеля и возведения сборной тоннельной отделки из чугунных тубингов и железобетонных блоков. Массой до 2,2 тонны для диаметра тоннеля от 5 до 6 метров производительностью не менее 57 метров в месяц, а также обеспечивающей бурение шкуров для закладки взрывчатого вещества. При буровзрывном способе проходки тоннелей метрополитенов существует необходимость бурения шкуров каждые полтора метра выработки. Так как подводные пути буровой машины и вагонеток одни, то существует проблема каждый раз отгонять их до околоствольного двора, что снижает производительность проходки в целом. Поэтому разработка проходческого комплекса, сочетающего в себе укладчик тоннельной обделки и буровую установку, актуальная техническая задача. Целью данной работы является разработка при помощи средств SolidWorks концептуальной модели проходческого комплекса КП-13 для удовлетворения условий технического задания заказчика. Укладка тоннельной обделки осуществляется в шахматном порядке слева направо. Четвертый, пятый, шестой и седьмой блоки из-за отсутствия жесткой связи с предыдущим кольцом нуждается в поддержании до замыкания кольца ключевым блоком. Особенность укладки железобетонных блоков заключается в монтаже ключевого блока, который устанавливается вручную с торца кольцевой обделки. При этом существует необходимость приподнять смежные блоки, чтобы беспрепятственно заложить ключевой. В конструкции однорычажного укладчика это осуществлялось с помощью поддерживающих балок, выдвижение которых осуществлялось за счет длинноходовых дорогостоящих гидроцилингов. В концептуальной модели комплекса поддержка верхних устанавливаемых блоков производится за счет применения двурычажного манипулятора, а поддержка боковых – механизмами поддержки блоков. За счет применения двухрычажного манипулятора мы уходим от необходимости использования приводных поддерживающих балок, расположенных в варке однорычажного укладчика, что значительно снижает металлоемкость конструкции. На анимации движения манипулятора бурового перфоратого вы можете увидеть степени подвижности буровой штанги, которая может перемещаться вдоль оси тоннеля, подниматься и опускаться в вертикальном направлении, а также вращаться. При создании шпуров для закладки взрывчатого вещества возникает усилие сопротивления бурению. Для того, чтобы зафиксировать комплекс от осевых перемещений при бурении, разработано устройство захвата за рельс с приводом, обеспечивающим точность позиционирования, а также аутригеры, которые позволяют приподнять комплекс для протяжки рельс под ним при удлинении рельсового куча. Благодарю за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ